Мы сюда приехали с моим сыном, который сейчас стоит за моей камерой, естественно. Но машина у нас немножко длиннее, чем 6 метров, а 7,5. Поэтому поставить ее здесь даже никаким боком не получилось, пришлось ее там ставить, чуть-чуть дальше. Мы пришли сюда и вот прямо за моей спиной, прямо передо мной. Мы приехали сюда, сегодня у нас, между прочим, 16 июня, 12 часов. Потому что народу здесь очень много, потому что они приехали именно в электросилу, вы понимаете, да? То бишь, давайте все-таки объясним. В предыдущем сюжете мы вам показали, что цены здесь абсолютно не кусаются. В этом сюжете я бы вам продемонстрировал и это сделаю. Естественно, то, что здесь необходимо для всех. Опять же прошу. Итак, еще раз говорим, что это электросила на Комсомольской, 17. Зайдем и посмотрим. Говорят, город Магнитогорск – большая деревня. Но неоднократно мною подмечено, что в этой деревне знакомых-то мало очень. То есть Магнитогорск – это все-таки город. Кстати, этот город живет и процветает. Кто-то валит, а кто-то приезжает. И по сути, а речь идет о электросиле на Комсомольской, 17, все сталкиваются с электричеством. К слову, об электричестве – это из тех пяти составляемых нашей жизни, без которых мы не можем существовать. Вы же сюда пришли почему-то и для чего-то, и почему не в другое место? Во-первых, то, что здесь рядом, а во-вторых, большой ассортимент, достаточно. Очень много выбора здесь. В общем-то, красиво. Да. Есть в городе очень много различных магазинов для электричества. Почему мы более красиво проходим? Я в различные магазины прихожу. Здесь и Комя работаю с открытием. Нравится? Удобно. Вы сюда зашли для чего и вообще? Выключатели приобрести. Выключатели. А почему были красивые? Ну, потому что в других магазинах нет переключателей, которые мне нужны. А здесь есть? А здесь есть, да. Дешевле здесь? Дешевле, да. И брать можно? И брать можно. Чем мне нравится электросила? Тем, что здесь есть в большом количестве то, что мне нужно. А что мне нужно? Мне нужны паяльники. Вы знаете, я кое-что умею делать. Еще и паять умею. Не в курсе событий. Да. Телевидение – это не совсем та ситуация, в которой я нахожусь, по сути событий. Потому что я другие вещи тоже умею делать. А вы не умеете, а я умею. Дорогие мои и дорогие мои зрители. Потому что я еще в свое время компьютеры собирал, а они слышали. Да, 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 да. Я очень много чего и сделал. Поэтому если меня куда-то швырнут, вы не беспокойтесь. Я не только телевидением умею заниматься. Ну, примерно 10-15 профессий я умею делать вот так вот. Да что вы говорите? Так оно и есть. Все остальное я так же купил здесь. Припой и все. Здесь очень большое количество аккумуляторов. Здесь большое количество батареек. Здесь, по сути, то, что должно быть. То. Да. И мы будем говорить о следующем варианте. Вот реально и не сильно задорого вы себе можете поставить делители. А вы не понимаете? Так вот, самые умные, которые реально понимают, что наша программа все-таки продолжается в эфире. Не в цифровом пакетике. Потому что наш город, он не выключается эфирное вещание, да? Просто есть отдельные пэм-пэм-пэм, у которых что получается? Они хотят только цифру смотреть. Но мы-то не в цифре, а мы просто в эфире. А для того, чтобы есть отдельные товарищи, у которых есть навороченные телевизоры, так просто переткните в аналоговые сигналы, вы смотрите меня посмотреть. Это никаких проблем не возникает. Для этого, естественно, есть те самые антенны, которые раньше работали на дециметровой, да и на все каналы. Естественно. Но если вы переключили что-то, и у вас есть определенная примульчичка, в которую все это дело вставляется, тогда вы эфир не увидите. Потому что вы видите все это дело в аудио-видеосигнале. Но, чтобы вы в конце концов все это просто увидели, придите сюда, возьмите переходничок. Обыкновенный переходничок, вот, делитель на 130 рублей стоит. Воткните одну антенну, а на выходе будет две антенны. Одно воткните в ваш приемник, который вам передает цифровое вещание, а другое напрямую сигнал. И все, и вы сможете меня видеть. Ну, может быть, кто-то в конце концов это дело поймет. Что-то стало как-то интересно. Естественно. У меня электричество это часть и лучшая, а иначе, как бы вы видели мои сюжеты. Это все реально изменило жизнь. Каким образом вы сможете успокоить свои нервы? Так вот, ваши нервы успокаиваются в электросиле. Пункт номер один. Качество. Пункт номер два. Количество. И пункт номер три. Цена. Собрав все воедино, с моей точки зрения, идеал только здесь. Камеру, кстати, держит мой СН, поэтому буду быстро. Во, вот это все, это я, естественно, купил здесь. Потому что, да, я кое-что научился. Мне, вы говорили, что я не умею паять. Я не только научился паять, я еще и говорю. Не круто, естественно, но кое-что уже сделал. Натяжитель проводов. Проколы, подключение сетов. Две штуки. Все. То есть, вы строитель? Нет, в саду обязательно. А, в саду обязательно, да? А, вот так. Я уже ящик взял, осталось по мелочкам, да. Но сад все равно хорошая тема, да, Витя? Да. Особенно мне так нравится. Я, честно говоря, уже ничего не ем. Я ем то, что я сам своими руками приготовлю. Логично? Правильно. Извините, сад, огород? Да. Сад и огород, да? Да. Почему мы сюда заходим? Мы хотели бы купить электрооборудование для сада, ну, то есть, кабель. То есть, я начинаю понимать, что вы тоже приезжаете, да, что гораздо проще есть то, что своими руками выращено. Логично? Конечно. А, безупречно. Мы уже и живем в саду, уже на протяжении 18 лет. То есть, вот так вот. Все свое, удобно, очень даже. А электрооборудование где берем? Здесь в электросиле? Ну, мы в основном, да. Здесь уже не первый раз. И все нормально? Вы знаете, слава богу, да. Электросилу вы себе ничего не возьмете, я скажу, ну, во-первых, вы занимаетесь полной бредятиной. Абсолютно полной бредятиной. Потому что, ну, во-первых, мы не будем говорить про количество этого, я вообще буду просто промолчу, естественно. Я буду говорить о том, что необходимо. По сути событий, что мы говорим, о чем наша речь с вами? О том, что рано или поздно все, потихонечку все ломается. И давайте все-таки переговорим об электричестве. Вы думаете, что электричество это серьезно, надолго? Нет, господа мои. Это не всерьез, это ненадолго. И тут возникает вопрос, где вы все это дело будете покупать? Для того, чтобы было красиво, ровно и замечательно. Естественно. Вопрос довольно-таки простой. В городе Магнитогорске много таких магазинов. Много, ну, достаточно. Не будем говорить. Но, тем не менее, мы говорим о том, где вы, даже придя сюда, без качественных товаров, уйти отсюда будет достаточно просто. Сложно, естественно. Просто сложно. Вы не сможете ничего сделать. Я бы, конечно, себе бы взял все. Но у нас небольшой договор. Небольшой качественный договор. Я буду брать потихонечку, ровно. Потому что у меня много-много уже и цешек. Ну, цешки, мультиметры. Их много, различные. Проходите, пожалуйста, не проблема. Да, вот. К сожалению, вы немножко заслонили мою камеру. Ну, да ладно, не в том смысле событий. Ну, бывает, ничего. Но даже если вы хотите сегодня, вот я бы, естественно, забрал очень много тех вещей, которые реально необходимы. Реально необходимы плоскогубцы, паяльнички. Это то, что реально необходимо. Еще реально необходимы лампочки. Да и все остальные штуки, которые абсолютно, 100% вам будут реально необходимы. К слову о том, что я здесь купил... О, вот эта тема была интересная. Бинокуляр. На глаза. Для того, чтобы я мог снимать и делать стендовые модели. Просто замечательно. Может, кто-то и есть. И у кого-то есть эти вещи. Но мы бы говорим о том, что придя сюда, вы это вот здесь 100% купите. Чем магнитка хороша, свежий, грамотно построенный город. Если бы так была застроена Москва, там бы проживало 50 миллионов жителей. Чем интересная электросила, доступ красивый, Ленинский район без пробок, по объездной на вокзальную 5 легко, по той же до Комсомольской добраться за 5 минут. С такими ценами я вам говорю, результат был, есть и будет. И спасибо тебе, что мы наконец-таки встали на том самом месте, где машину эту видно. У нас проблемы с движением, да? Машину большую видно. Велосипедов никто не видит. Это проблема. Это реальная проблема. Но мы скоро про этот материал сделаем. Вместе с работниками ГАИ. Естественно, не торопитесь. Скоро все увидим. Куда мы приехали в вокзальной 5? Здесь трамвайных путей не существует. И тем не менее, встать здесь было малость сложновато. Поэтому не получилось. Но теперь мы должны все-таки продемонстрировать вам следующую композицию. Даже невзирая на то, что у нас каким-то образом ценники на дерево стали просто космос. Хотя я вам еще раз говорю, тут не совсем давно-то случилось. Пожар был не так далеко. Ну так. Из-за разряда в восток и практически на восток. Западная, джабык сгорел. 14 гектар леса. Этого реально хватит. Поэтому, если вам кто-то будет проезжать по ушам, так и скажите, не надо нам по ушам проезжать. Делайте так же, как это делается в электросиле. В электросиле вообще никаких проблем не возникает. Электросила работает для вас и показывает качественный, грамотный выбор. Все товары изумительные и доступные для вас.